вот тут я заработал свои первые 3 65 рублей блин слушай у меня тут на 4 минуты написано только памяти ладно не может очищу счета сейчас что-нибудь придумаем так всем привет продолжение рассказа про то как я работал пастухом на ферме вот ссылочка на первой части вот тут оставлю так вот принципе заброшенная ферма на которой я работал блин пройдешь пойдем за их внутрь вот что у нас от фермы осталось так наверное зайдем внутрь а там уже я расскажу потому что у нас идет дождь и блин стремно ну вот что из себя представляет ферма так ну так значит объясняю расположение что это два таких корпуса вот второй там вот виднеется которые соединялись таким грубо говоря аппендиксом коридором где располагались уже куда поступало молоко административные какие-то комнаты тут был около 250 коров в этих двух корпусах суши смотри вентиляционный раз этот смотри вот весь наш делали вентиляционный этот зазор он постоянно был открыт но тут слушаем блин ну смотри коровы стояли 1 ряд 2 ряд 3 ряд 4 в 4 ряда коровы стояли значит слушай мне интересно промерить длину сколько тут было коров в ряду и это в детстве не особо на это внимание обращал не считаем 1 2 3 4 5 1 32 на грубо говоря 32 тут проход 1 2 3 4 9 30 короче 32 за это какая-то хрень стрёмная висит на веревочки блин же короче 32 метра так и там 32 метра до этого коридора вся 4 метра ну грубо грубо говоря 50 коров в ряду стояла до 50 50 100 200 коров нет чуть очень много но наверное не больше промежутки были смотрите дочатый пол под наклоном слушай я не помню по моему скребков тут не было по моему чистили все руками насколько я помню конечно разруха полную да да пакет ну пусть ладно вот я вот помню что по вот эту сторону стояли бычки короче тут тут много было этих из дерева сделано как рабов таких домиков вот по этой стенке не все располагались я не знаю штук 20 на них было а теперь тут была кошара вот такие кормушки были все естественно было еще железные столбы молокопровод шел пойдем посмотрим в этом коридоре что там творится ну тут веселиться дыру ломает так что тут находилась тут находился богатый бак куда молокопровод короче все поступало вот тут он в углу стоял я как сейчас помню блин крыша отчет куда-то бетонная стенки сломали где труба да 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 скорее всего да но скорее всего какая-то жить не на этот наверняка отопительная ну все как бы сходила сюда вот тут стоял этот бак и каждый раз после работы блин я подходил к нему и трехметрового баночка все молочка набирал прикольно ну тут все уже навсегда такое и останется видимо это рамы от окон все побивали так значит мы в этом коридоре тут стояли душевые кабины где ну конечно смотри какая плиточка прикольно как такси да трещина жесть жесть даже патрон от лампочки висит пойдем дальше слушай где-то была комната красный уголок я вот что-то не могу ее найти а не ну это уже все это вход туда значит ее сломали она там была была короче комната называлась красный уголок где короче вот мы собирались все и нам давали команды не она была по правой стороне мы нам прошли тут тоже где что там это помещение тоже коровы были тут дети как-то делилась выпуски творится вот эти вот эти мелкие помещения точно не помню корпус да это второй корпус но я не помню чем отличалась потому что скорее всего могли тут стоять какие-нибудь телки или что-то в этом духе я помню что коров мы забирали а из того корпуса может быть часть из этого вот что-то вот этот момент я вот не очень помню я помню что больше времени проводил в том корпусе почему-то могли мы могли быки тут быть какие-нибудь могли быки могли всякие тёлки кто молоко короче не дает видимо они здесь находились хотя подожди а почему это не гуляли гуляли наверно также четыре ряда все идет раз два три четыре ну вот как я понимаю что ферма была рассчитана 400 коров грубо говоря но если так почитать смотри если у нас сколько там почитал вся четыре метра ну допустим это допустим даже 40 коров 40 коров в ряду 160 и тут 160 в любом случае получается около 300 но последний около 250 это я точно не знаю такой тут вид вся местность у нас такая холмистая поэтому вот такие кормовые столы были как я понимаю бетонированная до щебень где-то там даже до сих пор соломы мы нашли у них на сену вернее туда-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю лампочки еще какие-то помещения ой какая жесть вот чего я тоже не помню смотри тут везде дощатый пол сделан уже интересно доска какая толстая 40 40 по моему не 50 к депс моих да или 50 к может просто высохла ну чтоб коровам тепло было окна вот все были вот из таких блоков до стеклоблоки вот видишь трубы все по срезали причем я не знаю это как будто и даже не болгарка срезали я не знаю как будто ломали а вот смотри вот видишь места вот коровы вот размер то слушай ну большие да это не метр двадцать давай посчитаем сколько такой таких так значит 13 14 так смотри значит получается тут стояла 15 там стояла 15 в ряду стояла 30 оказывается вот как раз получается 30 30 60 120 и там 120 вот и получается те самые 240 коров все правильно слушай вот теперь все сходится просто расстояние они сделали ну довольно таки большие между этими трубами короче коровам было удобно вот так лежали лаги под пол тут кстати даже не бетон что ли слушай а там даже не бетон ты прикинь это даже не бетон это смотри да это были стенки просто сделаны как ленточный фундамент а между ними засыпан песок сверху песка лаги и по ним уже доски лежали ты прикинь ты даже не бетонировалась я думал основание под хоров бетонировались под стоило да они могли просто туда нафигачить все у чего попало ну и чё это перегной перегной видишь осталось что-то еще конечно а там что такое виднеется это бог да этот он блестит там такой а ну да остался вроде целый или не целый потом лежит ладно прикольно но все протекает уже конечно тут плиты ну и что тоже все разворотили варвары за это все оставалось в общем а в общем смотри хочешь для тебя даже рассказываю в общем как все это обанкротилась это вообще вот это все процедура называлась по моему кровавая дорога столь в общем когда это все уже начало под конец все идти блин люди начали потому зарплаты никому не выдавали они воровали там трактора коров телят а потом я вот не знаю то ли совхоз то ли что но в общем тут все полное банкротство было за трактор по моему или даже за два трактора привязали просто стадо коров который осталось букву там 150 штук и они прикинь 10 километров до населенного пункта где следующий магазин шли блин за трактором кто падал короче ломали ноги это была зима короче по льду вся вся дорога была в крови ты представляешь вот это вот ну то есть местные жители до сих пор мне это как бы рассказывали то что как увозили этих коров что все жопа тут кормов не было ничего не было их на тросе все кто падал ноги ломали короче просто так войлоком волочили буквально ты прикинь да здесь сколько там не километров 6 наверно точно жуть не знаю кто то наверно увозил совхоз конечно смотри сруб причем как это спилен ну какой пас видишь косой не знаю где стояла то есть жуть а раньше я приличные деньги людям платили почему здесь и работали да тут блин вообще глухомань жесткой вот эти два дома которые в деревне стоят бету бетонные двухэтажные все работали здесь я говорю там все в любой квартире кто-то работал здесь либо до яркой либо на тракторе либо что-то а сейчас это просто заброшенные люди уже не знаю сколько лет пьют всех в роже пропитые как говорится никто ничем не занимается вот и все и смотри выемки под эти под шею поняла вообще не помню что это ну а что это напоминает какая-то железная не ну это уличка а ну это может держаться трубопровод весь какой-то я не знаю как как назвать ее и там тут тут же было понимаешь и подачи воды коровам то есть были вот эти поилки то есть которая языком нажимаешь да корова пьет ну а потом местные жители я уверен что все на металлом свезли все разграбили у нас также и церкви ломали по кирпичам разносили так что неудивительно слушай ну вот я помню смотри вот я помню что ну раньше знаешь как на фермах используются скребковые вот это навоза удалители я честно говоря не помню чтобы они здесь находились ну и я это есть оно но тут и не было такого то даже если посмотреть смотрите канавы никуда не уходят видимо это как-то выгребалась и вычищалась я вот этого не помню я говорю мы это время проводили как это в поле я даже не часто кормление коров видел говорю пару раз я видел что трактор приезжал привозил и комбикорм раздавали в тележках такие замачивали по моему поля тут пасли все заросло понимаешь что всякие деревенские местные тот же васька и т.д. я аккуратно хожу по-твердому да все капает может деревья растут все плачевно стенку зачем-то заварили ну как и хороший кстати почему железо плен не сперли смотри вот железо например куски все равно но тут она машина и перли щетки какие-то да это могло уже за и быть после слушай подожди ну где же красная комната то видимо вот эта стенка они сломали но скорее всего ты а ну вот наверно дверь где-то была в общем был вот это был большой скорее всего кабинет назывался так как игра назывался красный уголок я вспомнил двери прямо была красными табличками без на красный уголок и мы тут вот все собирались то там стол стоял я помню что мы по боку как-то сидели в общем все доярки рабочие все собирались с утра и всем как бы начальник давал команды кто куда и что делает по-моему это здесь находилось потому что вот она прям справа я просто видишь стенку разрушили тут уже непонятно что пока она была кстати кирпичи сметки хорошие ровненькие ровн да уж жалко все это какая плитка нет а ну да да ну и кафельный да тут везде где вот молокопровод этот бак был как куда он подходил я имею ввиду там тоже все кафелем было выложено ты чё тут даже даже сайте нормы же были быть все как раньше так 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 где мне да да причем видишь как сразу срезали не под корень даже просто ну как хотела как это как удобно было так срезали грубо говоря железа тут еще много осталось вбивали что то зачем то блин ну а че бесхозный зай вот тут я заработал свои первые 365 рублей моя первая работа смотрите какие кормушки тоже тут забетонирован край края из кирпича как сделано а вот отсюда как сейчас помню заезжал трактор и развозил сено всем коробкам что такое тоже помещение блин я не знаю что это за помещение честно не помню шланг какой то кстати лежит как помню что то другого и болото да во времена эсэсэсэр такого не было вот смотри для патронов ну видишь нормальные люди ничего не воруют воруют только эти ущербные а им нужно самое дорогое мелочи нужна ну вот что крыша рубероидом обработана эта крыша упала ну вот она из блоков была сделана но видишь это я не знаю там они завалили стенку она из кирпича была выложена и видишь вот две плиты упала как вся крыша где нет это не от рактора где вон крыша а ну да нет наверное зелкомаз зелкан мне кажется и вот видишь таким слоем толстым рубероида это блин было я такой шубик да ну да ну да пошли еще ее раз ладно пойдем я что предлагаю снять с внешней стороны и все ничего добавить нет это может быть не от коровы быть а хотя да слышь мои кругляшки да стопудово да да это как раз стоило помнят или стоило ну стоило мне кажется какая то у нас же такая же примерно вся скука она летит да в салонах да я тоже где то видел в начале по моему где то жуть 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 ну видишь как укладывали тоже основание из кирпича стенку из бетона все же сами строили да 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 скорее все таки все таки были эти видишь они заполнялась конечно скрипками цепью навоз стекал сюда как я понимаю да где выемка скорее всего ну да руками блин это мне кажется не вычистить сколько слушай ну вот а вот не сюда ли утекала посмотри или это просто пол тут потому что смотри какой тут бассейн мне кажется она сюда и уходила посмотри а вот вот он вот она есть вот она видишь под этим как это угол делает в этом месте все ночные эти были видишь туда еще как то блин я просто конструкцию не знаю их детально да сто процентов только вот как это в навозную яму водилось я вот не понимаю посмотри тут какие то вот видишь раз тоже видишь вот она вот видишь какие то как это и вот видишь смотри тут из-за чего тут такое болото внутри мне кажется это могу вот сюда скорее всего и есть тут как раз а отсюда может уже как то видимо насосом перекидывали что ли фиг его знает сейчас посмотрим навозную эту яму из-за которой меня уволили так вот этот первый корпус идет вот соединяется вот этим коридором где мы были и вот этот второй корпус все тут уже камыш везде везде плиты бетонные не я не помню тут что тут 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 гулял не было тут ничего либо техника стояла либо что то я не помню что что тут было ой вот этот второй корпус спереди вот трактор заезжал второй заезд тут все заросшее ничего не увидишь конечно ну в общем я не помню точно но по моему навозная куча была здесь ну да да тут знаешь как это опять делалось то в советские годы как говорится вот тут просто вот эта яма была просто навозом видимо навоз не было им куда девать а что отсюда в храм можно и поэтому они скидывали что? отсюда в храм можно попасть или там с забором можно можно не раньше можно было сейчас не знаю да вот сюда я загнал корову ее отправили на мясо а меня уволили ну там как бы я тебе рассказываю то что у них вообще вот вот этот холм блин просто мы сейчас не будем на него подниматься там сделано да большие тоже навозные как говорится как короб бетонный туда это все стекало а здесь видимо уже когда некуда было наверно туда забивать как-то ввозить все было тоже они видимо начали сюда сливать и тут превратилось в болото тут никогда коров выгоняли обычно с этих корпусов обычно как-то старались их вот здесь пройти как говорится чтобы главное в эту яму не задеть потому что вот скорее всего он видишь там даже бурьян какая-то гора растет вот так вот время сжигать мосты время искать ответ и менять сгоревшие лампочки время сжигать мосты время искать ответ и менять сгоревшие лампочки время сжигать мосты время искать ответ и менять сгоревшие лампочки Продолжение следует...